здравствуйте дорогие друзья с вами программа одесса готовит обед генеральный партнер нашей программы одесская национальная академия пищевых технологий сегодня нам помогает доцент кафедры отельно-ресторанного бизнеса педосова катерина сергеевна здравствуйте катя расскажите пожалуйста у нас сегодня в зале я вижу очаровательных девушек академии это студенты какого факультета это студенты нашего факультета специальность отельно-ресторанное дело а именно эти студенты были каждый из них хоть раз прошел международную практику за рубежом специально это не все гораздо больше но это вот некоторые которые мы сейчас спросим а скажите каких странах проходила практика турция сша кто был сша поднимите руку ничего себе флорида штат флорида как надо пригласить будет эту девушку она должна что-то нам приготовить что-нибудь какое-то американское блюдо настоящее турция сша еще какая страна греция так что если кто-то еще думает куда поступать так поступайте в академию все-таки турция греция и сша ну разные у нас еще и в германию францию я знаю вы же с французом вместе готовили наши передачи так что интересная практика если кто-то смотрит наши программы я уверен их смотрят все вы помните катя готовила нам прошлый раз мидии и яйца пошел по моему да а сегодня мы сделаем два крем-супа сливочных на сливках гороховый и со шпинатом 2 крем-супа грибной вы уже готовили а теперь будет такой оригинальный что гороховый я вижу что у вас свежий горох да свежий горошек и это крем-суп это не просто гороховый не просто да вот этот коричневого цвета этот будет зеленого цвета все у нас и без копченых ребрышек вес вес то есть практически такая диетическая полезная легкая можно даже если убрать оттуда масло можно даже есть такие блюда в пост конечно и молоко но без молока сливки идут все таки наверно в пост хорошо я подумал я знал что вы будете готовить крем-супы я подумал чем-нибудь таким разбавить крем-суп я сделаю вкусные лавашики вешенки черемша знаете сезон черемши начался весна вместо чеснока можно грибы добавить черемши она даст такой легкий аромат легко чесночный аромат очень приятный и знаете не так как целую головку чеснока съем так будет вот поэтому у нас сегодня будет два крем-супа и вкуснейшие вешенки в лаваше которые готовятся быстро на сковородке я надеюсь что все это мы приготовим в течение получаса да очень быстро просто и минимум продуктов ну что ж вам чем-то помочь ну я сейчас буду ставить тут сотенечки сковородочки а в принципе пока нет тогда я займусь пока грибами первым делом надо обжарить чуть-чуть обжарить грибы для того чтобы они были чуть мягче обжарим их обжарим грибы с луком поэтому быстро порежу лук ну тоже лук только у нас лук бурей да просто вот мы обжарим им приготовим сначала основу такую для супа какая основа идет у нас нет сливочное масло немножечко муки мы добавим и вот этот лучок и обжариваем лук основа одинаковая для для большинства крем-супов можно готовить к этому принятию вот у нас есть шпинат это шпинат можно брать свежий можно брать замороженный то есть тут абсолютно без проблем как какой есть но у меня на всякий случай есть пучок свежего шпината если закончится ваш декор или как-то да значит мы что делаем мы добавляем немножечко водички у нас вот очищенная вода есть уже его очищенная вода его ух ты готовит ее академия мы немножечко наливаем воды и припустим шпинат и горошек параллельно вот два готовим значит теперь что мы делаем берем немножечко муки чтобы консистенция такая была более вязкой немножечко это сколько ложечка муки да вот на такое количество на переборщить не надо а то такой клей стервой а это нам для чего это основа для сука мы потом все измельчим для двух сухов да для двух сухов то есть основа это лук ну там еще сливки сейчас будут вот и берем сливки значит сливки можно брать есть разная жирный сливок если вы берете сливочного масла больше тогда можно сливки менее жирные можно даже просто на молоке тогда больше масла надо здесь у нас достаточно жирные где-то 30 процентов нитки более густые значит вот мы их вливаем на два супа сразу делаем вот два стаканчика то грамм 400 где-то да где-то так так просто и выливаем да это будет это шпинат вместе с жидкостью да это шпинат сюда это не надо и горошек это горошек главное она все зеленое не перепутать горошек круглый а шпинат нет все это забираем это забираем а вы видите надо помогать я такой помощник так теперь мы ставим обратно и будем уже туда добавлять нашу основу значит основа у нас достаточно густая насыщенная поэтому мы можем добавить немножечко молока да чтобы сделать как основу нашего супа пока вы не видите я помешаю так теперь возьмем половник сейчас чуть-чуть прогреется и мы размещаем по кастрюлькам у нас вот прогрелись сливки с молоком маслом муки там и добавляем то есть половину в одну кастрюльку половину в другую ну давайте теперь три туда добавим потому что мы так половину не найдем важно проварить чуть-чуть что вот молоко сливки все это масло да хорошо я пока есть у меня свободная минутка я натру себе сыра давайте я может что помогут давайте давайте смотрите мне сыра это моцарелла для тех кто придерживается поста можно сыр моцарелла ну любой сыр заменить на сыр тофу это сыр который сделан из растительных ингредиентов я беру немножечко тимьяна да и добавляю его в шпинатный крем-суп тимьян в шпинат мы добавляем чуть-чуть у меня в принципе все готово мне осталось только блендером взбить и потом довести до готовности а мы же воды еще не добавили сейчас сейчас мы сначала собьем блендером так тимьян мы добавили только в шпинат а в горох мы ничего не добавляем ну к тому красе у нас так у нас супы уже практически готовы теперь нам нужно измельчить их блендером берем чашу так это шпинат да это видно что это шпинатный а тут сложно запутаться в этой же кастрюльке потом проварим все измельчаем блендером нужно измельчить не прям до такой однородной совсем однородной массы а чтоб кусочки шпината все-таки были заметны заметны в это время у меня лук слегка обжарился и я добавляю грибы выливаем обратно в кастрюльку ну а горох мы должны тоже оставить кусочки гороха конечно чтоб чуть-чуть чувствовалось все таки чтоб не совсем было такое как пюрешечка ну да да то будет и то же самое делаем с горохом а в это время у меня на второй сковородке тоже поджарился лук и я добавляю грибы дорогие друзья за пять минут грибы стали в два раза меньше немножко дали сока отдали своего сока и мы добавляем туда черемшу черемшу мелко нарежем и добавим в каждую сковородочку два пучка черемши есть и буквально через две минуты наши грибы с легким ароматом черемши то есть таким нежным ароматом чеснока готовы для наполнения лаваша вы уже прям стиха не говорите конечно соли и перца мы добавляем по вкусу соли чуть добавил немножко перчика черного перчика добавим я думаю уже эти уже точно я думаю что они сейчас дойдут у нас грибы готовы мы их убираем так теперь надо же доготовить наш суп да 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 значит суп у нас мы его напоминаю взбили блендером и тот и тот а теперь мы просто доведем его до нужной консистенции и вкуса значит мы солили можно будет немножечко подборчить ну что ж крем суп практически готов у нас начинка у нас есть мы должны в нее добавить помидоры я вас прошу порезать мне помидорки как колечками колечками порезать мне колечками а я добавлю в наш сыр добавлю укропчика а я не сумма не что не нам не а не 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 Дорогие друзья, как я обещал, прошло 35 минут, и наши три блюда, три блюда уже готовы. Это два крем-супа, один шпинат, один крем-суп горох, и вот такие вкусные рулетики, лавашики, буррито, вешенки, сыр, помидора, зелень. Давайте посчитаем, давайте посчитаем мое блюдо, сколько сегодня стоит сделать дома такие лаваши. Лаваш стоит 10 гривен упаковка, помидоры сегодня можно взять по 40 гривен, уже весна, помидоры становятся все дешевле и дешевле, по 40 гривен, вешенки чуть подорожали, можно взять их 38 гривен, и зелень 5 гривен пучок, 6 гривен пучок, ну, на базаре как купите. Поэтому блюдо простое, блюдо стоит недорого. Сыр, опять же, пост, многие не употребляют, можно не уложить туда сыр. А сыр можно купить сегодня, вот эту упаковочку моцареллы я взял за 50 гривен, там было приблизительно грамм 400, он где-то 120-115 гривен килограмм. Ну что ж, Катя, угостите меня вашим вкусным супом, а я к нему вам обязательно отрежу кусочек вкусного лавашика. Да, значит, нам осталось сделать такую порцию и украсить. Ну, совсем как в ресторане, такая порция красивая получается. Да, сейчас. Небольшая, но красивая. Сейчас мы нам украсим, начнем. Так, это у нас гороховый. Это гороховый, он чуть светлее. Да, и... Можно маркером подписать, еще раз, горох. А, шпинат чуть потемнее. Да, да, такой насыщенный получился. Так, теперь смотрите, как мы можем украсить. Ну, подавать вот лучше всего с такими дубами. Я уже украсил. Да, можно сделать греночки какие-нибудь. Значит, мы можем чуть-чуть поперсить, это смесь перцев разного цвета. Будет достаточно красиво. Как звездное небо. Да. Так. Теперь вот такие крем-супы хорошо можно украсить капельками масла оливкового. Значит, просто вот так, чуть-чуть. Да, так вот Пикассо приблизительно так и украшал свои картины. Да. И добавим, ну, можно базилик, тимьян, что угодно. Мы, в нашем случае, вот такой был майоран называется. Итальянские такие травы. Свежие? Да. Вы их дома вращиваете? Нет, 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 это все, можно приобрести сегодня так. Ничего такого нет. Значит, вот так и еще здесь. Ой. Так. Так. И вот такой вот еще кусочек хлебушка. Я не знаю, как вам, а мне очень нравится. Ну, что ж, дорогие друзья, вот такие два вкусных блюда мы сегодня с Катериной приготовили и приглашаем наших студентов отведать наши вкусные, вкусные приготовления. Приходите к нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дорогие друзья, с вами была программа «Одесса готовит обед». Готовьте с нами, готовьте лучше нас и присылайте обязательно свои рецепты. До новых встреч, пока! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...